Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сейчас я хочу вам рассказать о самом-самом маленьком перчике Винни-Пух. Вот видите, он такой крошечный по сравнению с другими растениями. Сейчас я дам с чем сравнить. По сравнению с другими растениями он вообще кроха. Но он тоже уже с перчиком, потому что это скороспелый сорт. Ясно, что он будет самый-самый первый на подхвате, когда еще ничего нет. И хочу сейчас вам показать. Несмотря на то, что он маленький, вы видите какая сильная у него корневая система. Сейчас я его высажу, он очень быстро пойдет в рост. И видите как пучковые, пучковые прям у него завязи. Много-много цветов будет перчик на перчике. Но перчики будут небольшие, сам кустик всего 20-25 сантиметров. Это карликовый скороспелый сорт, который нужен вот только для поддержания нам в самые-самые первые дни, когда еще ничего не будет. Сейчас я вам прочитаю описание. Сорт для получения ранней продукции. Скороспелый сорт, период от сходов до технической спелости 107 дней. Растение компактное, штамбовое, высотой 25-30 сантиметров. С букетным расположением плодов. Вот про что я вам говорила, что тут прям из одного места много-много, 6-7-8 вылазит цветочков. Плоды комасовидной формы, гладкие, сочные, ароматные. Масса 50-70 грамм. Крошечные 50-граммовые пирчики будут, темно-красного цвета. Устойчив к болезням, ну короче, и так далее. Это уже не важно. Вот этот сорт, винни-пух, для получения ранней продукции. Ясно, что вы его не будете в наличии использовать. Плоды совсем маленькие. Только чтобы поесть, утолить свой авиавитаминоз в весенний-летний период. Вот сейчас у меня они, через 2 недели уже будут полноценные плоды, и мы будем добавлять их в салатики. Вот, этот сорт, конечно, не для массового урожая, не для таких каких-то заготовок. Вот этот сорт подойдет тем, кто хочет получить очень-очень ранний урожай, несмотря на маленькие плоды. У кого есть дети, они будут очень рады первым красным перчиком маленьким. Кто сам любитель пораньше попробовать, кто не хочет ждать эти огромные перчины в течение 2-х месяцев, 3-х, когда они там созреют. Вот это идеальный вариант. Вот 5-6 штук, все равно можно такие садить. Они очень красивые, декоративные, компактные, такие как с шариком. Карликовые сорта перца. Все. Все перцы, которые я высаживаю, я делаю описание, выкладываю у себя на страницы. Кого интересует, кто хочет узнать какие-то новые сорта, узнать какую-то информацию о сладком перце, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. Вот несколько сортов я уже описала. И каждый, каждый сорт, который я буду высаживать, я буду делать краткий видеообзор. Чтобы вы не запутались в обилии вот этих красочных картинок в магазине. Вот у меня остались только картинки, чтобы вам показывать. Вообще семена у меня все свои, и поэтому ни перцы, когда цветут, в рассаде не отваливаются, ни цветы не опадают. Я высаживаю даже иногда с перчинами. Главное, крепкие, хорошие, здоровые семена и хороший грунт. Все. И не надо будет потом ничем подливать, опрыскивать в течение лета. У меня всегда очень хороший урожай перца без дополнительных хлопот. Я сейчас высажу и буду приходить теперь только полоть, поливать и собирать урожай. Все. Желаю вам тоже тратить как можно меньше времени и получить как можно больше урожая. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok